итак всем привет всем моим друзьям подписчикам моего канала сегодня 21 марта 2018 года сейчас где-то 9 часов утра температура воздуха минус 14 градусов ночью был небольшой заморозок у нас сейчас на урале как бы такие происходят заморозки но днем я думаю температура опять поднимется до плюс 2 4 градусов тепла на солнышке имеется ввиду сейчас я приехал на пасеку и у меня сегодня по плану сейчас до обеда откопать несколько своих ульев которые зимовали наши ульи семьями на тачке сугробе под снегом а это ульи рута которая находится сейчас на данный момент при зимовке в двух корпусах сейчас мы посмотрим как перезимовали наши пчелки какое у них состояние давайте все это вместе и посмотрим вот здесь у нас ульи рута вот здесь вдоль забора парочка находится вот там вдали видим сугроб там тоже улья рута здесь вот хулия рута с такой вот шапкой снежной на крышке улья ну и вот еще у нас улья рута находится в этом сугробе здесь вот видим стоят у нас крышки улья они как считается щиты закрытые у меня с боков и переднего так вот стенки ну и вот здесь вот тоже щит там естественно виднеется воздушная подушка вот крышка улья вся визморозе леток я верхний здесь прикрывал здесь у нас ли точек открытый просто в первом корпусе круто здесь вот снежок попал у нас и нижний леток прикрытый получился но это не так страшно так как у нас работает верхняя вентиляция здесь вот мы видим первое окно изморозе но там и изморозе особо и не видно хотя основная масса открыта этих вентиляционных окон с той стороны сейчас будем откапывать и все это посмотрим ну вот при откапывание есть видим у нас вот такие воздушные продушины есть от улья ну тут щиты здесь у задней стенки интелляционные отверстия в изморозе ну сегодня было холодно днем конечно это вся изморозь хотают не будет ее но я все равно сейчас раз откопал улей я сниму крышку если таковая изморозь у нас там находится под крышкой этого улья все это я почищу и уберу иначе эта вся изморозь при потеплении превратится во влагу стенку убрал я тут почищу и эта сторона тоже самое вот таким образом сейчас снег уберу и подчищу потом посмотрим состояние нашей пчелосемьи конечно я знаю что при откопке пчелки почувствовали что их потревожили возможно они невозможно а точно не возбудились наверно но нам нужно главное для начала узнать живы они у нас там или нет и так вот я откопал нашу ли рута сейчас при вас я открою что-то у нас под крышкой улей и мы вместе все это посмотрим итак вот я откопал улей рута сейчас только что снял него нашу крышку вот здесь можно наблюдать поскольку под крышкой было изморозье скажу прямо изморозье здесь очень много здесь видимо где был клуб тепло изморозье нет но под крышкой у нас вот так вот изморозье она по стенкам улья и вот здесь у меня вот с задней стенки отогнута вот это утепление положок тоже там должен отогнутый если присмотреться вот мы видим там рамки но и здесь у нас был подставлен брусочек под крышку потому что вентиляционные отверстия у нас могут быть перекрытые когда полностью надета крышка когда она приподнято то окна открывается у задней стенки вентиляции и так видим первых двух пчелок встречает уже ну и вот пчелки живы здоровы находятся у передней стенки у задней стенки у них имеется корма с этим у них все в порядке пчелосемья живая беспокоить я их пока больше не буду все это я прикрою и уберу всю вот эту вот имеющуюся ир изморозь обычной стамеской но процесс удаление изморози просто берется обычная пасечная стамеска таким образом все счищается здесь имеется лед можно эту крышку на какое-то время поставить на солнышко и он быстренько отойдет и уберется а так можно конечно поступать и отколотить этот лед если нет времени ждать когда это все оттает на солнышке вот большую часть изморозе под крышкой я удалил сейчас не буду торопить события эту крышку а так вот поставила солнышко и частично она быстренько пока откапываю следующий улей надеюсь она быстро все тут оттаят у меня вся эта оставшаяся изморозь и лед даже если посмотреть вот тут на крышку улья то снег уже начал ставить так что здесь быстренько на ярком солнце все это оттаят сегодня ветра вообще нету погода благодать ну и вот таким образом почистил здесь у нас подкрышник утеплитель но утеплитель он сухой вот тут немножко изморозь была но это не критично для пчелок они вот мне вот тут чуть-чуть высунулась но пока что еще ни одна не взлетела не вылетела оставлю также небольшой такой зазорчик пусть он будет пусть эта вентиляция у нас в этом уле до сих пор остается пока что массового облета у нас не ожидается еще много снега зимовка как бы вот продолжаться у этих ульев но главная изморозь убрана она не потекет уже пчелкам улей ну какие-то капельки будут это совсем не критично и так по этой семейке мы определились она находится у нас впереди летка это вот таким образом охвачен клуб имеются корма в достатке так что этой семейке никакой рамочки сверху никакого candy никакой жидкой подкормки никакой помадки уже ложить не нужно но если у кого-то проблемы с кормами то конечно обязательно положите и candy и помадку и рамочку с медом что у вас будет наличие или севший мед кто-то его ложится в марлю кто-то в газету заворачивает и сверху на клуб ложит это для того чтобы семейка у нас дальше зимовала а не погибла от кор от бескормилицы идем к следующему улью закрывать пока что я не буду пусть у нас тут таят ну вот уже на глазах все таят пойдет капала следующий улей рута вот так я откопал уже следующий улей наш рута здесь у нас небольшая семейка тем не менее оставил опять же зимовая двух корпусах освободил переднюю стенку она сухая у нас и сейчас мы по кругу посмотрим вот здесь вот можно наблюдать воздушное пространство между ульем нашим и снегом улей тем самым остается сухим вот эта воздушная колба она благоприятно действует для зимовки наших пчелок которых оставляем мы в сугробе полностью засыпанных и таких продушин в достатке также у нас под ульем пустота есть сбоку сбоку щиты стоят тоже воздушная подушка летки полностью все открытые вот здесь можем увидеть что чуть-чуть приподнята крышка естественно там где стоит брусочек где-то чтобы уходили лишние пары ну дальнейшем посмотрим еще раз показываю воздушную подушку как снег у нас отошел от нашего верхнего корпуса частично захватывает и нижний корпус ну вот откопал я нашу ли рута зимующих двух корпусах сейчас снимем крышку и посмотрим состояние что-то у нас сколько изморозить вот 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 столько имеем изморозить здесь видимо находился клуб здесь все сухо но тут у задней стенки приподнятая была крышка и все пары скапливались замерзали превращались такой вот изморозь в этой семейке у нас эта семейка у нас рой посажен был 2017 году и матка здесь роевая ну посмотрим как будет развиваться по возможности я ее поменяю ну далее смотрим вот столько изморозей поставлено было два подкрышника одеялко у нас не перекрывает рамки имеется щель гул пчел слышу ну и вот наши пчелки живы-здоровы кормов достатке корма видим печатные хотел я его занести в зимовник но не стал оставил зимовать его на воде но тем не менее семейка у нас перезимовала сейчас мы почистим все вот эту изморозь закроем и пойдем дальше откапывать наши руты ну вот тем не менее пока я откапывал второй улей здесь уже основная изморозь уже оттаяла и вот остался чуть-чуть ледок но он я думаю что сейчас вот так быстренько все сейчас крышку эту поставлю на место а можно еще подержать чтобы она полностью просохла но я считаю этого делать не обязательно лишний раз подходить к этому улью и этого достаточно в закрытом виде там у нас открытые вентиляции вот эти вот будут все это быстренько продует просушить крышку на улье поставил на место здесь плотно я не одеваю ее чтобы у нас полностью были открыты вентиляционные отверстия что-то у нас все просохло оставшиеся капли изморозь если где-то еще и есть пусть оттаивает и просыхает а мы идем другому угли вы все друзья очередной улей рута сейчас я его откопаю посмотрим какое состояние ну вот сетка пал очередной улей верхний корпус со стеклом ну или там что-то пчелки накопошились виде камера в ряд купили даст на но неважно мы зерной был скрывать крышку ли смотреть вот хочу показать здесь я поставил щит вот эту вот крышку и зимой и поздней осенью когда-то вот так вот нарыли здесь кроты крот ли бугор такой как с ними бороться на пасеке может кто-то знают какие-то эффективные меры напишите в комментариях не будет интересно почитать ну а сейчас я вам покажу как у нас перезимовала эта семья постараюсь открыть крышку крышка пристыла здесь у нас подставочка кирпич ну конечно стамеска в помощь вот столько изморозить здесь утеплитель я уберу посмотрим вот наши пчелки уже встречает нас но не летает пока что просто я их потревожил вот вот такая вот хорошенькая семейка на отлично перезимовала но я надеюсь что у них кормов тоже в достатке но пока копал конечно они умерут при пянулись немножко но я закрою сейчас я осторожно беру изморозь но вот очередной в нас хули и рута тоже зиму от двух корпусах частично я тут откопал крышку и давайте посмотрим состояние у нас тела семьи вот такое у нас состояние под крышкой только много изморозить пленочку я убирал все мы здесь видим как что под крышкой тут у меня вот приоткрыт немножко задняя стенка ну и видим пчелки нас тут встречают тут примерзла изморозь сейчас покажу ну вот сидят у нас пчелки пчелки живы я сейчас закрою привозить не могут я вам показал что пчелки у нас зимует сугробах на урале неплохо если сделать хорошую вентиляцию открыть все полностью ветки и пчелки могут зимовать на урале в таких вот сугробах снега зимует без проблем но так своем видео я вам детально все показал все как она есть на самом деле сколько изморозить под крышками когда я откапываю ульи когда убираю эту изморозь я вам рассказал показал какое состояние у нас пчелосемей на данный момент изморозь эту и конечно опять в этом же у ли я все сейчас счищу уберу и прикрою этот улей ну и откопаю остатки полностью его на этом ребята видео свое заканчиваю чувствуется у нас весна ну и тут синицы на пасеке как обычно без них никак ну не так уж и страшно сколько и полетает скушает сколько пчелок но это не критично на большой пасеке и незаметно всем ребята пока до новых встреч всем удачи и всего наилучшего пока пока и